Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео, впервые я немножко поясню, живу в Турции, переживожу новости на русский язык, все самые интересные, актуальные, что на самом деле здесь думают, турки чем они интересуются. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии под этим видео. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику, так что давайте приступим. Всех мусульман хочу поздравить священным месяцем Рамадана, и президент Турции утвердил на Уразу Байрам 9 официальных выходных в стране. Конечно же, у нас сразу же спохватились, подвязались туроператоры. Это хорошая возможность заработать, потому что это самые большие каникулы, праздники в Турции. На Новый год здесь отдыхают всего лишь один день. То есть Байрам, после Рамадана это можно назвать праздники, если сравнить количество отдыха, то же самое, что в странах СНГ на Новый год бывает. Тем не менее, многие отели, практически каждый третий в курортной зоне, находятся под закрытием или банкротством, потому что люди залезли в долги, просеяли еще в ковидные времена, пытались из этих долгов, кредитов вылезти владельца отельера. И до сих пор некоторые... Потом у нас инфляция началась, повышается стоимость и так далее. В общем, очень много всяких аспектов. К сожалению, статистика к новому сезону туристическому не самая утешительная. И большинство, много очень отелей находятся под угрозой закрытия. Но владельцы отельера не теряют надежд, надеются на новый сезон туристический и все-таки продолжают из последнего работать. Про религию. Конечно же, до сих пор много столкновений религиозных и светских. Эта информация используется и при выборной гонке сейчас. Вот так в Адане религиозные жители принесли и выбросили мусор перед спортзалом по соседству со своим домом, где занимались люди, которые не постятся, не держат пост. И заявили, что во время Рамадана нельзя заниматься спортом. И люди, которые были в спортзале, видите ли, оскорбили их чувства религиозные, чувства верующих. Был, конечно же, большой скандал. Это все активно обсуждалось в соцсетях, это видео. В общем, говорили в комментариях, конечно же, местные здесь и про невежество, и про неуважение. В общем, стандартная избитая тема, которая повторяется из месяца в месяц, из года в год. Тем это никак не остывает. Конечно, сейчас Турция живет предвыборной гонкой, агитация активная идет, встречи, митинги представителей партий. 30 марта закончится у нас агитация официально, типа день тишины будет до 31-го. С 1-го воскресенья все пойдут голосовать. Пока что на данный момент там разные статистические агентства дают информацию в стране. Но в среднем все как и предсказуемо. Конечно, самая главная борьба это за Стамбул, за Анкару, за Измир, крупные города. Кто победит, ГИП, кто сейчас держит мэра, или представители правящей партии, аг-партия. Мне кажется, что будут какие-то эксцессы. Мне кажется, отлично, если меня спросите. Мне кажется, все останется, как и было в среднем, плюс-минус. Про критику президента. Вот сейчас предвыборная кампания, и, конечно же, самый большой акцент идет на представителя мэра Стамбула. И на его встречах были эксцессы. Ему, конечно же, припоминают. Я хочу обратить, что это не представители противоположного лагеря демократы, а именно внутри своей партии, их сторонники, выделился небольшой процент ячейк радикально настроенных, которые делали митинги про Палестину и так далее. Я про них раньше говорила. То есть вот этот небольшой раскол внутри партии, он есть внутри сторонников. Маленький процент, но они пока остаются внутри партии. Они еще не перешли, скажем так, на противоположную сторону. Они не заменили своих взглядов или в какую-то другую-то партию не обратили свои взоры. Что происходит? Например, если это открытые микрофоны дебаты, девушка задавала вопрос по поводу торговли, про помощь Палестине вообще, у нее выключили микрофон и за две минуты удалили из зала. Вопрос был задан представителю АК-партии. То есть ее просто заглушили. На митингах очень часто выкрики и протесты бывают. Митинги, которые собирает партия или президент даже на них участвует. И там люди приходят с плакатами или выкрикивают лозунги о том, что прекращай работу с Израилем, ты сидишь на двух стульях, так нельзя. Или каждый день торговли с Израилем равно жизни палестинцев. То есть выделилось такое активное радикальное ядро внутри партийцев, внутри сторонников. Они не... вот я к тому, что уже несколько месяцев они не покладая рук, они их стараются глушить, не замечать. Тем самым они еще больше объединяются, становятся сильнее и не отходят от своих взглядов. То есть заглушить и не замечать тактика, которая сейчас, она по факту не работает. Посмотрим, что это будет дальше, тем же президентские выборы совсем не скоро. Ситуацию с Газой надо как-то что-то менять. В общем, в принципе, в обществе мало очень стало по Стамбулу плакатов, каких-то агитационных флагов в Палестина практически уже нет. Люди от этой новости, честно скажу, устали. И кто предъявляет протороговлю с Израилем, тоже в меньшинстве, как бы эта тема вообще сходит. Именно в обществе здесь люди, да, об этом как-то вспоминаются, но самого интереса люди или активного интереса к этому становится заметно меньше. А теперь поговорим, что интересно нам, иностранцам, и по поводу видов на жительство. Глава Министерства культуры и туризма Турции, его зовут Мехмет Эрсой, он был на встрече с тельерами, и перед новым туристическим сезоном были встречи. И он пообещал разобраться, обсудить, поднять тему с другими ведомствами по поводу проблемы получения иностранцами туристического вида на жительство, именно туристического. Потому что в последний год уже даже больше появились большие проблемы с получением видов на жительство, много отказов, несмотря на то, что люди предоставляют весь пакет документов, правильно собраны эти документы. То есть проблем, по сути, не должно быть, очень много отказов. Он как бы пообещал, это ничего еще не значит, скажу сразу, но он пообещал уделить этому внимание, разобраться. И как бы здесь вопрос не потому, что они хотели пожалеть иностранцев, которым надо продлевать ВНЖ, а в том, чтобы тельеры и вообще бизнес, торговля с туристов, они теряют деньги, просто люди уезжают, естественно, и остаются без работы, без денег. Проблема вообще с отказами в выдаче туристических ВНЖ, она стала очевидно проявляться вот с прошлого лета примерно, да, с весны. Многие иностранцы, конечно же, уехали, о чем я в своих видео вам рассказывала. Очень большое количество, конечно, россиян в большей степени, но также отказы и сирийцам, и россиянам, и афганистанцам. Вот это уже политические там есть беженцы. Но вот именно туристические, когда вопрос, отказывают, в принципе, всем. И это очень повлияло, конечно же, на доходы туристического сектора, ну, точнее, торговли сектора, где обслуживаются те люди, которые уехали. Денежек в казне становится меньше, это становится ощутимо. Также про виды нажительства и документы. Важный момент, то из условия вида нажительства меняются для жителей Украины, которые здесь находились последние два года с начала войны в более привилегированном положении. У них был отменен overstay. Какие правила были, да? Когда началась война и до ее официального окончания, жители Украины имели право не выезжать, чтобы продлевать свой вид нажительства, пересекать границу, можно его там не оформлять, не платить никакие пошлины. То есть, условно, назовем так, безвизово, находиться в стране, пересекать границы, то есть к ним вопросов никаких не было. Опять скажу, никакой материальной, гуманитарной помощи на месте от Турции для украинских беженцев здесь нет в стране. То есть, если хочешь жить, живи за свой счет, снимай жилье, там, свои какие-то деньги, то этого ничего нет. Только вот это единственная какая-то простота, скажем так, упрощения было в моменте документов. И вот сейчас, после встречи с Зеленским, если спрашиваете, чем же тогда Эрдоган встречался с Зеленским, какие у нас есть громадные, большие результаты, хорошие. Это была встреча как бы открытая, но вопросы, которые мы обсуждали за закрытыми дверями, вопросы, конечно же, обеспечения торговли и взаимодействия торгового, естественно, военного и промышленного момента. Полдня этой встрече было посвящено тому, что Зеленский посещал заводы корветом военной, смотрел технику и так далее. Короче, публично вынесли только одно о том, что у Турции и Украины будет, назовем такой, безвиз на торговлю, понижение пошлин, товарооборот и так далее. То есть, по сути, про деньги, про взаимодействие, про торговлю. Никто не удивлял даже, да? А это же Турция. Но после этой встречи, вот про ВНЖ для украинцев меняется вопрос. Турция в одностороннем своем порядке, как бы, вот этот свой указ, я не знаю, как сказать, расторгает. Каких-то таких заявлений прям про это публичных не было, таких официальных от президента. Но по факту вышло распоряжение, что теперь украинцы будут на общих правах ВНЖ получать. И им, если не продлевается, как и всем вокруг, так и им будет не продлеваться. То есть, вот эта льгота, скажем так, она уходит. Конечно же, это вопрос сплетен и домыслов среди здесь населения, что мои знакомые, подписчики пишут, говорят на эту тему. Обсуждение в интернете русскоязычного комьюнити чатов. В основном разговор, конечно же, что после этой встречи неудивительно. Попросили, скорее всего, это сделать для того, чтобы люди, которые здесь сидят без визово, визово их начали прижимать и не возвращались на родину. Разборки их большие, глобальные, которые были на внутреннем здесь формате у нас. Фанаты Трабзона выбежали на поле после матча и напали на футболистов, игроков команды Фенербахче. Был матч Фенербахче-Трабзон. И игроки-футболисты, они побежали прятаться в раздевалке. И начался огромный, огромный замес. Вообще матч прошел со счетом Трабзон 2, Фенербахче 3 гола. Но вроде бы счет такой небольшой, скажем так, не отрывистый. Но 12 человек загремели в тюрьму со штрафами, с арестами. Давали им какие-то сроки административные. Но обсуждалось это на уровне двух дней, конечно. Это было мощно. Все в СМИ просто зарвались тогда, когда это произошло. Вечером, поздно, всю ночь это все обсуждали в прямом эфире на всех телеканалах и в интернете. И теперь сегодня уделим время социальной политике, новостям. Вообще, что здесь в социуме людей происходит. Нашумевшая новость. Она уже прошла давно, но все равно решила ее озвучить. В Стамбуле 1 марта еще в 23.30, это очень важно время, сейчас поймете почему, 17-летний парень, его звали Тимуру, находился без прав за рулем внедорожника машины. И он сбил на островке безопасности 5 человек. В результате этого ДТП 4 человека получили травму госпитализированную. Один человек умер, погиб. Как рассказывали очевидцы тогда, приехавшая на место аварии Эйлен Ток, это писательница, знаменитый человек в Турции, это оказался ее сын. Он был в состоянии шока. То есть, напомню, 17 лет. Нет права вождения. Ездил за рулем. И он говорил тогда, с очевидцами слышали, мама, мама, прости меня, машина у нас разбита. И в это время тот пострадавший, который в итоге скончался, это был 29-летний Огуз Мурад Арыджи. Он был еще жив. Люди пытались ему оказать помощь. То есть, это парень в состоянии шока, прилетела быстро его мать, не оказали никакой помощи, скрылись. Она его просто посадила в свою машину и увезла с места преступления. Уже, это было 23.30, только произошло преступление. Уже в 2 часа ночи камеры наблюдения засекли их с сыном в аэропорту Стамбула, где их лица попали на камеры на паспортном контроле. И им удалось вылететь в Египет. В течение первых часов парень еще тогда не был в розыске. То есть, вот с 23.00 до 2 часов ночи, 2,5 часа. Конечно, он не был в розыске, и ему удалось вылететь. Затем из Египта они уже улетели в Америку, в США они находятся. Теперь министр юстиции Турции Еумас Тунч пытается добиться экстрадиции этого беглеца с его матерью на родину, чтобы произвести суд и наказать по закону их уже двоих. Так вот, на днях в Нью-Йорке их заметили. Бывшая журналистка-турчанка, гражданка Турции, проживающая постоянно в Нью-Йорке, увидела их просто на улице, которые садились в такси и сделала несколько их фотографий. То есть, представляете, насколько вот эта народная молва, их даже в другой части света запеленговали, скажем так, сделали фотографии. И это очень сильно обсуждалось, конечно. Активисты-зоозащитники у нас отстаивали решение судьи. Ибрагим Келаглан убил кота по кличке Эрос и был приговорен к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с животными. Но в зале суда он был отпущен с запретом на выезд за границу. То есть, по сути, ему дали эти 2,6 условно. Потому что есть закон в Турции, что срок до 3 лет можно заменить на условный срок, домашний арест, исправительные работы, на любой другой альтернативный вариант скупления вины. Он попал под эти 2,6 ему дали до 3 лет, и он ушел просто под вот эту подписку о невыезде. И вот эта история вообще с убийством кота Эроса, она вызвала в Турцию очень большой широкий резонанс, не только со стороны животных-зоозащитников, а вообще со стороны людей, населения. Это очень большой протестный момент был, да. Учитывая, какая цензура в стране, а это есть легальный повод попротестовать. И на это оказал внимание даже сам президент Турции Эрдоган. И в результате этого инцидента 1 января он убил, скажем так, это животное. Это произошло в Стамбуле, в Башак-Шахире. В течение вот этого времени президент даже звонил министру внутренних дел, вроде бы. Короче, и персонально узнавал, чего там как, будут ли его наказывать, да, вот этого суда и так далее. То есть это, типа, очень строго, показательно взяли под контроль. Люди протестовали в зале суда. Вот в данный момент решение по 2,6 условному этому сроку будет апелляция в суде. Люди все-таки взяли за это, и адвокаты подали на апелляцию, чтобы был пересмотр и все-таки конкретное заключение под стражу. Честно скажу, что это просто такой небольшой социальный феномен, социальной жизни людей, когда очень много давления, сдавливания, запретов. Цензура очень велика в Турции. Если вы посмотрите статистику, то там вообще в листе свободы прав и слов человека, журналистики, Турция на самом последних местах в этом рейтинге среди стран всего мира. Поэтому, когда такой социальный резонанс происходит, и людей есть повод попротестовать, высказать в принципе свои эмоции, выпустить и недовольство, они этим поводом пользуются. Такой момент интересный. Если помните, фильм «Терминал» такой есть, да, когда человек остался без страны и жил в терминале аэропорта, не мог никуда улететь, да, паспорт его был недействителен. Подобная история произошла в аэропорте Стамбула. Проживающая в Торонто гражданка Ирана, она ученая, ее зовут Шива Кавиани, она не смогла въехать в Канаду из-за того, что ей отказали в визе, хотя она там в Торонто проживала. И не захотела она возвращаться обратно в Иран. Возможно, она была до этого в гостях в Иране, да. Около двух месяцев она прожила в аэропорту Стамбула. Она ночевала в пассажирских зонах ожидания в терминале Стамбурского аэропорта. И с собой у нее был просто чемодан с вещами и сумка. Персонал аэропорта по мере возможности старался ей как-то помочь пассажирке, подкармливали ее, общались с ней, узнавали что-то. И в итоге как-то начали решать эту проблему. А этим занялась журналистка из газеты «Мильетт». И полицейские в итоге эту бабушку забрали из аэропорта, чтобы разместить ее в подходящем центре для временного содержания нелегальных иммигрантов и так далее. То есть вот в этом, как бы правильно, не знаю по-русски это выразится, как это называется. В общем это место фильтрации, это такое, это не тюрьмой, это нельзя назвать, но оттуда тоже нельзя выходить. То есть это место содержания нелегалов, кто без каких-то документов, прав и так далее находится в стране. Вчера Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 50% удержать лиру. Доллар растет, больше уже 32 турецких лир за доллар. И все естественно прогнозируют, ну такие назовем сплетни, да, люди, о том, что после выборов 31, это сдерживание до 31-го, до выборов, а после в апреле рухнет опять, очень сильно подскочит доллар, зато лира опять рухнет. Поэтому сейчас у нас вообще рекорды по скупке производству золота в Турции. Люди вкладывают сейчас деньги в валюту, доллары, евро и золото. Золото опять подорожало, и покупают и украшения, и слитки вообще сметают все. Люди стараются вложить последнее, что у них есть, в какую более-менее, такую твердую валюту, либо в золото, чтобы что-то свое, скажем так, нажитое сохранить. Про экономику давайте тогда уже до конца, это будет последняя новость. Такая, знаете, она локальная, но это тоже вопросик в соцсетях между граждан. И мне же новости позиционируют как то, о чем на самом деле говорят турки в соцсетях, чем они обсуждают, чем интересуются, о чем сплетничают. Так вот, последние три дня из-за Байрама, естественно, была акция, сетевые есть магазины Мигрос продуктовые, они по всей стране, это одна из самых крупных, может быть, даже самая крупная сеть, они покрупнее даже Карфура, там больше тысячи магазинов по стране. Ну, в общем, окей, неважно. И у них была акция только на печенье различные, там, Орел, Бисквит, по-турецки это называется, ну, любые, короче, печенье, продукты такого формата, только на печенье. Но только акция, одну берешь, вторую в подарок. Эта акция была 19, 20, 21 марта, и уже 20 марта в интернете, в соцсетях, особенно в Твиттере много было видео, как просто были в Мигросах, выпотрошены полки, пустые абсолютно, никакого печенья не было. И люди расхватали все, как вот это показывает социальный уровень, запросы населения, их интересы и обсуждения. Важно почитать комментарии, кто знает турецкий или Твиттер, почитать, что люди под этими видео писали, о чем вообще речь идет, да, о низком социальном уровне жизни людей, которые сметают с полок дешевую углеводную пищу, продукты более-менее доступны, когда на них даже какая-то скидка а-ля там 50%. Скупали, я не поверю, своими глазами делали, телегами магазинными, как в последний раз живем, что это еще долгого хранения, более-менее продукты. То есть, понимаете, если это визуально что-то не видно, или вы живете в каком благополучном районе, городе, социально хорошо, то есть, ну а настроение людей, которые запрятаны внутри, глубоко где-то, они вот таки не показывают в этих социальных различных моментах. Снесено все, печенья никакого нет. В общем, это показатели. Да и вот это люди в социуме обсуждали, в социальных сетях этим интересуются. На это обращают внимание. Посмотрим, куда это, что у нас приведет. Вот такие новости Турции на данный момент. Большое вам спасибо всем за внимание. Обязательно напишите комментарий под видео, поставьте лайк этому видео, перепостите его в соцсетях, поделитесь им. Это будет очень мне приятно и полезно развитию канала. И не забываем подписываться в инфобоксе. Есть ссылка на телеграм-канал. Там самые свежие, еще больше социальных и милых различных новостей. Давайте я еще закончу про милую новость. Один мужчина, зоозащитник, скажем так, активист зоо для собак-инвалидов, в которых нет конечности, они не могут гулять и передвигаться, сделал такой паровоз, присоединил его к своему мотоциклу и сделал тележки этого паровоза из простых пластиковых бочек. И гуляет с этими собаками. Теперь у них есть возможность крутить головой, наблюдать все вокруг и не сидеть на одном месте, у них есть возможность передвигаться. И мне кажется, пока среди нас есть такие добрые, искренние люди, не все потеряно. Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна любому вашему лайку и комментарию. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok